Всем добрый день. Я Ольга Софрина, депутат Осетровского сельского поселения Верхнемамонского района. В настоящее время, как всем уже известно стало, во всех СМИ уже написали, что возбуждено уголовное дело по Осетровскому плацдарму о якобы незаконном строительстве свинокомплекса компании Аграика. В связи с этой новостью начали приходить различные комментарии, сообщения от неравнодушных жителей. От себя хочу добавить. Во-первых, хочу выразить огромную благодарность Александру Ивановичу Бастрыкину, всему Следственному комитету Российской Федерации, Следственному комитету по Воронежской области, что наконец-то все наши обращения, все наши жалобы, все наши труды не остались без внимания. Ранее, да, действительно, все наши обращения скидывались на уровень районной прокуратуры. Естественно, приходили отписки. Основания отписок были, в принципе, наверное, со стороны прокуратуры обоснованы тем, что мы постоянно в судах, и прокуратура говорила на то, что давайте дождемся решения суда. В настоящее время, ну так, если мы уже затронули судебные процессы, я коротко, в настоящее время сам земельный участок, на котором происходит строительство свинокомплекса компании Аграика, оспаривается в суде с июля месяца. В настоящее время землеустроительная экспертиза как раз в рамках этого судебного процесса проходит. Это первый судебный такой процесс. Если коротко, там, жители тоже претендуют на этот участок, ну, там, решение суда дождемся, будет как бы видно, кто прав, кто виноват. И второй у нас судебный процесс – это оспаривание генерального плана осетровского сельского поселения. Считаем его незаконным, необоснованным, так как выносили решения не наши осетровские депутаты районы, и по другим нарушениям, которые указаны в полном объеме в нашем административном иске. 18 января будет очередное судебное заседание. Опять же, все связано со строительством свинокомплекса. Вот. По тому, что пишут еще в комментариях о том, что какая разница, вся Россия у нас в останках, и, как бы, что теперь нигде не строить, наверное, это и так. Как бы, останков у нас действительно, как бы, вся Россия в останках, бои были на всей территории, вот, в том числе и в нашем Верхнем Омонском районе. Но таких мест, как Осетровский плацдарм, который находится в Воронежской области, Верхнем Омонский район, в Осетровском сельском поселении, можно пересчитать по пальцам в нашей России. И поэтому их нужно хранить и беречь тщательно. Но многие также еще пишут о том, что вот на Курской дуге стоят. Ну, там стоят, да. Там, может быть, не было таких граждан. Ну, я не могу отвечать за всю Россию. Я могу говорить только вот то, что происходит у нас. Пусть они там и стоят. Как бы, для меня лично строительство на данной территории, это равносильно тому, что рядом с Мамаевым курганом тоже можно построить, значит, свинарник. Вот я это ощущаю именно так. Для меня это личная история, в том числе, основанная на том, что я не преследую никаких интересов, как многие хотят написать, что я там политические баллы какие-то набираю там или хочу куда-то там двинуться. Нет, это не так. Политика в данном случае – это просто инструмент к тому, чтобы отстоять кощунство по отношению к земле, пропитанной кровью. Тем более операция «Мало Сатурн», она известна во всей Российской Федерации и далеко за ее пределами. Останки есть. То, что они там находятся или были, или есть. Частичное обследование участка было. Имеется вот отчет о результатах выполненных работ поискового отряда «Дон». Он официально заверен, получен официально в военном комиссариате Воронежской области. И он свидетельствует о том, что останки есть. И нигде нет ни одного документа о том, что все останки подняты с этого участка и строить можно. Также данный отчет свидетельствовал о том, что Сегодин Михаил предусмотрел на будущее, когда проводил в 2020 году работы на этом участке, он предусмотрел, что когда начнутся земляные работы, на начало земляных работ сформировал команду из 12 человек поисковиков, которые бы следили за началом строительства семнокомплекса. Ну, мы с этим, мягко говоря, как бы не были согласны, но все-таки хотя бы что-то. Естественно, мы ждали этих 12 человек, но на момент начала строительства в июне месяце мы ходили туда и ездили каждый день. И в течение, по-моему, дней шести, точно не помню, есть видеозаписи, ни одного поисковика не было, а экскаваторы уже и трактора работали. Что было за эти шесть дней, сколько было там поднято бесконтрольно, это неизвестно. На территорию, естественно, стройки никого не пускали. Как мы туда не пробивались? Даже я, будучи действующим депутатом Астровского сельского поселения, туда попасть для контроля работ не могла. Потом, через некоторое время, одного какого-то поисковика, из какого-то отряда патриота дали, который вообще на месте практически, его каждый раз мы не могли застать, его практически там и не было. То есть происходила формальность, ко всему формальное отношение. Также имеется у нас и список именно погибших в годы Великой Отечественной войны в операции «Мало Сатурн». Именно на этой территории, на территории Астровского плацдарма этот список есть. И эти люди из этого списка, они еще не найдены. Они где-то хранятся, где-то еще захоронены на этой территории Астровского плацдарма, на этих полях. То есть сейчас получается, при начале строительства, при начале, вот когда уже будет, не дай бог, запущен, конечно, этот объект первого класса опасности, к тому же еще, то технология утилизации этого объекта, она осталась еще очень древней. Так как делаются какие-то там ямы, застилают их какой-то пленкой, и затем туда, как бы, происходит, вносятся отходы жизнедеятельности свиней, 65 тысяч на минуточку. А затем технология работы этого свинокомплекса как бы сходится к тому, что откачивают из этих лагун, и все это каким-то образом, в каких-то пропорциях, вмешивается, вносится в пахотные черноземы нашего седровского сельского поселения, будет вноситься. Где, соответственно, еще, как мы считаем, хранятся останки наших погибших бойцов? То есть получается, фактически они, все братские могилы, которые еще не найдены, но они есть, я повторюсь, они будут заливаться свинными отходами. Мы предлагали, мы не против Агроэка, мы им предлагали, найдите другое место, даже в том же Осетровском сельском поселении. Нет, они сказали, нам нужно именно это место. Тут рядом трасса, рядом газопровод, рядом электросети, дороги. Это просто очень удобное место. Ну, экологию пока мы не будем касаться. Как бы основной сейчас акцент на Следственном комитете. Еще раз хочу, как бы, если бы Александр Иванович и его коллеги не нашли бы никаких оснований, они бы не пришли к такому решению возбудить уголовное дело. Вот, поэтому в настоящее время сейчас такой период наступил, что всем СМИ надо быть тоже аккуратным высказыванием, так как вся наша ситуация, вот сейчас, как бы, период проведения СВО, там, еще что-то. Происходит как бы засвечивание того, что кто против, кто за, и вообще кто есть кто. Вот. И поэтому хотелось бы мне обратиться и к СМИ в Воронежской области, быть аккуратными, и не продолжать втаптывать как бы в грязь память наших героев, погибших в годы Великой Отечественной войны. Спасибо. Спасибо. Спасибо.